Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Вот только что, буквально 3 дня назад, мы с премьером госсовета Вензибау в Петербурге договорились о том, что мы переходим во взаиморасчетах между собой на национальные валюты, на юань и на рубль. До сих пор, по соглашению, я не помню, какого года, по-моему, 1995-1996, все расчеты между Китаем и Россией производились исключительно в долларах. Ну, почти, на 100%. Сейчас мы договорились, переходим на расчеты в юанях и рублях. Это наша реакция на сбои в мировой финансовой системе. Мы хотим себя оградить от этих колебаний и ситуаций, когда неблагоприятные последствия наступают вне зависимости от нашего экономического поведения. И то, что евро укрепляется, ну, мы сейчас знаем, сейчас там проблемы в Португалии, в Греции, в Ирландии. В принципе, евро немножко шатается, но в целом это устойчивая, хорошая мировая валюта, и она, конечно, должна занять свою должную роль, свою позицию, как резервная мировая валюта. Мне кажется, что вот, что было плохо за последние десятилетия, и от чего мы должны уйти точно, это от избыточного монополизма доллара, как единственный мировой резервной валюты. Вот это точно плохо для мировой экономики. Это сделало мировую экономику несбалансированной и очень уязвимой. Но ничего нет плохого в том, что я говорю о многополярности мировой финансовой системы, так же, как когда-то говорил о многополярности политической. Мировой финансовой 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 финанс